Россия предложила новый пакет мер, направленных на урегулирование в Донбассе. Подробности сообщили сегодня в Кремле по итогам ночного телефонного разговора Владимира Путина с лидерами Германии, Франции и Украины. Инициатива согласована с Донецком и Луганском. Киев по этому поводу пытается занять позицию отдельно от своего нормандского формата. И на что тоже обращают особое внимание, участились случаи нарушения перемирия украинскими силовиками, подтверждающие видео у Ивана Прозорова. Рванула, так же вообще, ну не знаю, ничего не соображаю, потом слышу, мама стонет через окно. Мама Раисы Коваленко осталась жива чудом. Снаряд попал в их дом, когда все спали. В эту ночь пожилую женщину пришлось уложить на полу. Поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка сейчас обстреливают. Я ее уложила на полу, у нас диванчик старенький, и она на полу у меня возле дета, если бы она лежала там, где она спит на кровати, его бы не было. Прямое попадание, ну слава богу, хоть живи сами. Бог убери, уже не знаешь, на кого надеяться. Надежды на наблюдателей ОБСЕ мало. Они фиксируют нарушения, но обстрелы продолжаются. За сутки, по данным Минобороны ДНР, украинские силовики выпустили почти 600 снарядов. Ранен мирный житель, повреждены жилые дома. Нарушениями режима прекращения огня обеспокоены в Кремле. В телефонном разговоре с лидерами «Нормандской четверки» Владимир Путин призвал к немедленному прекращению обстрелов населенных пунктов Донбасса украинскими вооруженными формированиями. Ситуацию нужно урегулировать мирным путем. Подчеркнуто, что ключевым элементом урегулирования должен стать прямой диалог Киева с Донецком и Луганском в целях полного и всеобъемлющего выполнения минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Отмечено, что партнерам по нормандскому формату передан согласованный с ДНР и ЛНР пакет предложений по местным выборам, особому статусу, амнистии и децентрализации, которые следовало бы внимательно рассмотреть в контактной группе. Состоялся также обмен мнениями о возможных шагах по решению ряда острых социально-экономических и гуманитарных проблем Юго-Востока Украины. Как продвинуться в урегулировании украинского кризиса? Телефонные переговоры Владимира Путина, Ангела Меркель, Франсуа Оландо и Петра Порошенко завершились глубокой ночью. Кремль, Елисейский дворец и Бундестаг сообщили о приверженности Минским соглашениям. Их нужно реализовать в полном объеме и как можно быстрее, а также повысить эффективность работы наблюдателей ОБСЕ. А вот Киев, как отмечают эксперты, попытался выдать желаемое за действительное. На сайте украинского президента появилось заявление, что все лидеры поддержали развертывание полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Фактически это означает международное вооруженное участие, против которого резко выступают в ЛНР и ДНР. Мы категорически против, чтобы на наших территориях присутствовала вооруженная миссия, любой вооруженный контингент. Мы его будем вынуждены считать как интервенция. Как, например, на выборах для нас непонятно, что будут делать вооруженные люди, по ком они собираются стрелять. По избирателям непонятно. В рамках выборов мы готовы обеспечить безопасность теми структурами, теми подразделениями, как, например, МВД, которые и так сейчас ежедневно занимаются правопорядком в республиках и достаточно успешно. Кроме того, введение в Донбасс полицейской миссии не предусмотрено минскими договоренностями. Политологи называют это попыткой властей Украины сломать мирный процесс и уйти от обязательств. В случае, если на территории Донбасса появится вооруженная миссия ОБСЕ, это станет одним из оптимальных объектов для провокации. Если начнутся жертвы со стороны ОБСЕ, большинство стран Европы будут и дальше втянуты в конфликт на Украине. И таким образом Киев и Порошенко лично просто хочет максимально интегрировать третью сторону в свой конфликт. Он не хочет решать ее самостоятельно. Вряд ли случайная эскалация конфликта и провокации начались в преддверии местных выборов в Донбассе, которые по Минским соглашениям должны пройти до июля этого года. Сроки постоянно сдвигаются из-за Киева, который до сих пор не провел конституционную реформу, не решил вопрос с особым статусом Донецкой и Луганской областей, не амнистировал участников событий в Донбассе. Киевские власти открыто не признают, что хотят сорвать голосование, но украинские националисты этого не скрывают. Недавно они прошли маршем до Верховной Рады, требуя от депутатов не проводить выборы на территориях неподконтрольных властям и угрожая в противном случае разогнать парламент. Выборы на Донбассе, которые предусмотрены Минскими соглашениями, но проводящиеся без согласования с Киевом, будут являться явной демонстрацией а. полной беспомощности Киева, б. полной независимости и свободы Донбасса. Как все это отражается на жизни простых людей в Донбассе, решили показать документалисты из Германии. Главный герой фильма «Партитура войны. Жизнь на линии огня» композитор из Берлина Марк Хайетт. Он родился в Краматорске, а учился в консерватории в Донецке. Теперь родную землю разделила линия соприкосновения. Восток отрицает Запад, Запад отрицает Восток. Мы должны искать конструктивные методы общения. Авторы фильма работали по разные стороны фронта. Никакой политики и ангажированности. В кадре только простые люди, их судьбы и надежды. Но сама атмосфера, в которой это снималось, говорит о многом. В Краматорске, например, учительница скрипки в музыкальной школе, в какой-то момент она говорила, выключите камеру, пожалуйста. То, что я сейчас могу сказать, может быть, я завтра попаду под машину или меня расстреляют. Наши ожидания были другие. То есть в таком плане, что, ну, наивно говоря, что скорее на Украине несут факель демократии и свободы, а там бандиты, там ад, там непонятно что. Вот мы въехали в Донецк и вздохнули, так сказать, первый раз после начала нашей поездки. Мы были очень удивлены этим воздухом свободы. Это кромкие слова, но люди очень были открытыми, гостеприимными. Премьера картины состоится 12 июля на государственном немецком телеканале РББ. Иван Прозоров, Рушан Умеров, Марина Светлая, Ольга Паутова, Андрей Бакашев и Виктор Аверин. Первый канал.